Привет, красотка! И сегодня будет долгожданное видео. Видео, которое мне далось сложным как по сценарию, по его написанию, по подготовке, так и по какому-то внутреннему ощущению, что я сейчас раскрою все свои карты, покажу всякие фотографии страшные. Тема нашего видео это зубки. Я очень позитивно обрисовала нашу тему. Можете взять чаечек, водичку, что-нибудь, потому что разговор будет очень долгий. Я писала сценарий, наверное, минут 40-50. В этом видео я расскажу об истории своих зубов с самого детства. То есть, что у меня такого особенного вообще с зубами, почему это отдельную историю какую-то заслуживают, о моем опыте в бесплатных клиниках, в платных клиниках, о том, как я изменила свою улыбку, что для этого пришлось сделать, потратить сколько времени, сил, денег, какие я для этого пережила операции. И что самое страшное, наверное, я покажу вам. Свои реально самые страшные фотографии, мне кажется, в жизни. Те, кто заметили какие-то изменения за этот код, спрашивают, типа, Саша, это, наверное, хорошее отбеливание или брекеты ты какие-то носила невидимые. Девочке все намного, намного, намного сложнее. Настолько сложно, что даже одним словом, одной фразой, одним предложением не объяснить. И, наверное, еще бы год назад я бы постеснялась вообще о чем-то таком говорить, что-то рассказывать. Но сейчас у меня как-то изменилось отношение к этому вопросу. Я не стесняюсь того, что у меня были проблемы с зубами. Что у меня до сих пор как бы проблемы с зубами. Я думаю, что если это хоть одному человеку будет полезно, хоть одному человеку я помогу, то это видео уже вышло не зря. Проблемы с зубами я начала, и моя мама, собственно, начинала замечать еще в моем детстве. Потому что как часто мы бы не ходили по врачам, как часто не наблюдались бы у бесплатных или у платных врачей, постоянно появлялся кариес. Вот просто это было ненормально. То есть, если мои одноклассницы ходили к стоматологу еще реже меня, и они все время говорили, да, у меня там ничего не болит. Одну маленькую дырочку нашли на осмотре. То я просто вот так сидела, думала, серьезно? Мне за раз находили там по 7 зубов, которые нужно ремонтировать. Их ремонтировали. И приходя в следующий раз, буквально через 4 месяца или 3 месяца, я имела проблемы либо с другими соседними зубами, либо с теми же зубами. Врачи вот как только не ругали нас с мамой, вот серьезно. Мне говорили, что ты, наверное, ешь кириешки и чипсы каждый день. У тебя такое состояние зубов ужасное, там колу пьешь. Мне было так обидно, потому что это был период как раз-таки в жизни, когда я лечила свою селезенку от чего-то. Она что-то увеличивалась, что-то с ней происходило. И я год сидела на диете. Вот год у меня был пятый стол. Ничего жареного, ничего острого, ничего соленого, ничего сладкого. Короче говоря, просто ешь вареное-пареное. Еще какие-то кисели постоянно овсяные. И просто я офигенно подтянула свою селезенку, все свои органы. И мне еще врач говорил, ты, наверное, ешь всякие чипсы, пьешь колу, раз тебе такие плохие зубы. Потихоньку-помаленьку накапливался мой страх посещения врачей. Потому что вместо того, чтобы делать свое дело, причем делали они его плохо, они постоянно комментировали. Пытались меня в чем-то обвинить, либо там маму. Говоря о том, что да, это мама, когда была тобой беременна, из-за этого у тебя такие плохие зубы достались. У мамы появлялось чувство вины из-за этого. У меня появлялось какое-то странное ощущение, что со мной такое, я что, нездоровая какая-то, почему мне каждый зуб просто ремонтировать нужно. И ни один врач, ни один врач из детства, из подросткового моего возраста, не предложил мне сделать гигиену зубов, как минимум, и делать эту процедуру раз там в три месяца или раз в полгода. Что я имела? К моменту поступления в университет, это получается 18 лет человеку, да? У меня было мертвых зубов больше, чем живых. Что означает мертвый зуб? Это означает, когда нерв у зуба удален. То есть это не просто кариес, это вот просто у тебя мертвый зуб. Зуб мертвый со временем становится другого цвета. То есть если он от природы даже, ну, не белоснежный, неважно, он хотя бы вот имеет какой-то такой белесый цвет, там, цислоновой кости, то, когда он становится мертвым, то есть удаляют его нерв, этот зуб потихонечку начинает темнеть или сереть. Так вот, даже передние зубы у меня были мертвые. Обычно люди имеют проблемы там с жевательными, да, вот этими дальними зубами, но с ними у меня были проблемы просто всегда, и это было норма. Почти все жевательные зубы у меня мертвые. Я прям помню, я пошла однажды к стоматологу, это было еще в Нижнем Тагиле, то есть я родилась в Нижнем Тагиле, училась в школе Нижнем Тагиле и лечилась там. А потом переехала в Екатеринбург на обучение в университет. Так вот, я помню одно посещение к стоматологу, когда я пошла с передними зубами, они у меня не болели, но я видела четко, вот если нарисовать, начинается художество. Если представить, что это два передних зуба, конечно, я очень классно рисую и делаю сейчас только хуже, похоже на что-то не очень приличное. Ладно, то вот так вот и вот так вот у меня были какие-то темные штучки, и я не понимала, что это такое. То есть вот здесь вот зубы соприкасаются друг с другом, вот эти передние, да, и вот здесь вот у меня какие-то черные, ну такие темные штучки. Вообще это ужасно смотрится. Я такая спрашиваю врача, а это нормально? Он такая говорит, ну не болят? Не чувствительны на сладкое и на холодное, на горячее? Говорю, нет. Говорит, ну нормально. А начинает их лечить, и она доходит ровно до места, где начинается кариес, понимаете? То есть вот если представить вот эту вот черненькую штучку, она ровно доходит до этого места и, внимание, ставит пломбу, не убирая кариес. И у меня несколько лет стояли вот такие передние зубы с передними пломбами, где мой зуб, потом идет кусок вот этого кариеса, который еще больше потом разрастался, и пломба. Это просто было гениально. Причем это был платный врач, это была платная стоматология. И давайте подытожим. К моменту поступления в университет у меня было два передних неровных зуба, потому что у меня от природы зубы стоят не вот так передние, а вот так немножечко. Меня не слишком это смущало. Конечно, я бы хотела ровные зубы, но на самом деле еще больше я хотела бы просто здоровые зубы. Большинство из всех зубов это мертвые зубы. И цвет зубов, большинство зубов у меня был серый. Улыбалась я вот так. Всегда. Улыбалась так на видео, улыбалась так на фотографиях. И это был для меня огромный комплекс, но не такой, из-за которого я прям забивалась в себе, и там вовнутрь что-то уходило, и мне было очень плохо. Но просто я не чувствовала себя так уверенно, как могла бы. И я понимала, что это вот такой вот пунктик для меня, который я в первую очередь, как только у меня появятся деньги, я потрачу на это все, что у меня есть. И самое страшное состояние зубов было даже не у передних, и даже не у всех этих мертвых зубов, которые у меня были, а у двух зубов это два жевательных зуба, пятый и шестой, вот с этой стороны. Был один просто в моей жизни случай. Я никого сейчас не виню и до сих пор не виню, действительно. Это могло произойти, короче говоря, со всеми. Гуляли мы с моей подругой. Это класс восьмой был, наверное. Что-то там мы дурачили, что-то делали. И у меня была куртка, знаете, осенняя такая, с капюшоном, на которой вот эти вот затягивалки есть. Ну, ты вот так затягиваешь, и здесь металлические наконечники на двух вот этих вот резиночках. И она, значит, подруга моя берет эту штучку и всячески ее что-то оттягивает, оттягивает, оттянула и отпустила. Не специально, разумеется. И в этот момент, благо, я улыбнулась. Просто я счастлива, что я улыбнулась, и эта железячка пришла мне не на передний зуб, а на жевательный. Но вы представляете, насколько этой мощи хватило бы выбить мне передний спокойный раз? Вот такая вот маленькая металлическая штучка мне просто наполовину расфигачила пятый зуб. И я такая не понимаю, что происходит. У меня кусок зуба во рту. Подруга начинает тут же извиняться. Конечно же, она безумно себя плохо чувствует из-за этого. Я прихожу домой, и что я делаю? Конечно же, я не говорю маме. Я не знаю, почему. У меня были достаточно нормальные отношения с мамой, чтобы я ей рассказала. Она бы на меня не наругалась. Что в этом такого? То есть, это проблема наоборот. Нужно что-то делать. А я решила не говорить маме и просто как бы жить с этим. У меня не было половины зуба на пятом зубе. А пятый зуб попадает в зону улыбки. И ты когда улыбаешься, ты видишь, что у тебя нет половины зуба. Но это меня не смущало, видимо. Я просто перестала улыбаться. Я понимала, что, скорее всего, это не просто поставьте мне пломбу. Это нужно донаращивать зуб. Это какие-то вообще непонятные процессы. У нас тогда денег точно на это не было. Даже если были бы, мне было от этого страшно, что мы будем делать какие-то вот эти вот операции. До первого курса университета я ходила с такими зубами. Потом мне доложили туда немножечко материала. То есть, это материал пломбировочный, знаете, которым пломбируют зубы. На самом деле это было очень плохо. Потому что этот зуб был с кариесом сильным. И рядом с ним стоящий зуб тоже был с очень сильным кариесом. И вот когда мне туда поставили пломбировочный материал, стало все еще только хуже. Потому что под этой пломбой начал развиваться еще более сильный кариес, который начал идти вверх. Когда кариес идет вверх, это очень страшно на самом деле. Можно лишиться зуба. Или двух. Но об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. Вот, значит, с такой ситуацией в 2017 году, в сентябре 2017 года, я прихожу в свою клинику, в которой сейчас вот лечилась последний год, последние полтора года. Прихожу, значит, 19-летняя девочка, у которой просто на каждом зубе уже кариес-пломба, кариес-пломба. И мне было очень стыдно туда идти. Честно, мне было стыдно появляться на приеме, просто рассказывать о том, что у вас с зубами. Знаете, посмотрите сами и лучше не комментируйте. Но как мне было приятно, что ничего, никаких комментариев не было. Ничего там мне не спросили, типа, девушка, а что с вами не так вообще? А почему у вас вот это вот все? Абсолютный профессионализм. Только своей работой люди занимаются. Ну, то есть, конечно, наверное, у них в головах был какой-то вопрос, типа, офигеть, 19 лет просто, как бы, ситуация хуже, чем у людей в 45. Но мне слова не сказали, и я почувствовала себя просто пациентом. И у меня была консультация с хирургом для начала, потому что у меня такая была ситуация с этими двумя зубами, что там, как бы, нечего лечить, там нужно что-то вообще делать, что-то придумывать. Значит, мне поставили вот такой план лечения. Я его просто вспомнила. Первый пункт, просто в слезы. Удаление двух моих зубов. Тех зубов, которые вот здесь вот стояли, под одной пломбой, где кариес развился просто до невероятного размера. А самое главное, по рентгену было видно, что начинается воспаление именно в кости и воспаление вот здесь наверху, рядом с гайморовой пазухой. Это все очень опасно. Мне это все объяснили. Сказали, что лучше мы хотя бы их два удалим, но остальные спасем. То есть, я была уже рада, что мы хотя бы другие зубы спасаем, потому что на уровне вот здесь вот, то есть, то, чего мы с вами не видим, на уровне костей, тканей, десен, было очень большое воспаление. Была большая инфекция. Это была киста. Офигенно! Просто в первый же день я уже пришла в слезах домой, осознавая, что капец, у меня не будет двух моих зубов. После того, как удалят два моих зуба, нужно было ждать, пока кость заживет. И десна заживет. Все заживет. Три месяца. То есть, ходить без зубов три месяца. Без зубов, которые находятся в зоне улыбки. Это было, если что, примерно год назад. И мне нужно было снимать видео, мне нужно было как-то жить, мне нужно было существовать, ходить на учебу. Я так и сделала. Все прошло хорошо. И довольно-таки незаметно для многих, для большинства. Раз у меня никто не спросил, Саша, где у тебя зубы? Я не знаю, для кого как. Это идеально, не идеальная кожа. Помните, что вы самые настоящие красотки. Спасибо, что вы со мной. И мы увидимся уже завтра. Презентом от меня будет тебе вся косметика, которую мы сегодня использовали. Привет, мои красотки! Я очень рада видеть вас на моем канале. Далее. Когда заживет десна, самая страшная операция в моей жизни, это установка имплантов. Импланты это такие штучки. Начинаются рисуночки. Так как я правша, я сяду с этой стороны все-таки. Давайте представим, что вот это губы. Это верхняя губа, да? И вот здесь это у нас идет десна. Это десна, ладно? А вот здесь начинаются зубы. Здесь у каждого нормального человека, да, находятся как бы корни. Корень, все живое, там несколько каналов, ла-ла-ла, все хорошо. У меня, получается, удаляют два зуба. Это полностью удаление, и здесь у меня больше нет вот этих вот корней. И получается, чтобы как-то потом туда поставить замену, чтобы я все-таки ходила якобы с зубами, мне нужна была операция. Вот, смотрите, у меня нет двух зубов. Здесь вот все зарастает, и здесь становится пусто. Вот здесь пустота. И импланты, это такие металлические штучки, которые вставляются, ввинчиваются вот сюда, и как бы заменяют нам наши корни, корень нашего зуба. То есть, чтобы потом сюда как-то установить коронку. Коронка, это вот именно внешняя часть зуба, которую мы видим, беленькая там вот это вот, все это коронки. Так вот, чтобы коронка на чем-то держалась, она же не будет просто на десне держаться, нам нужен был имплант. И вот эти два импланта внедряются в твою, блин, десну, как бы, понимаете? А она у тебя только что зажила недавно после удаления. И что самое интересное, после этой операции неизвестно, приживутся ли эти импланты, понимаете? То есть, как бы ты 4 месяца ходишь с имплантами. Это точно так же, это то же самое, что ты без зубов ходишь, потому что они стоят именно в десне. И ты ходишь, значит, 4 месяца, пока они приживутся и молишься, как бы, чтобы они прижились. Затем установка временных коронок на них, а затем и установка постоянных коронок. Потому что постоянные коронки, ты представляете, штука, которая будет всю жизнь заменять тебе зубы. Они должны быть идеальной анатомической формы, они должны идеально подходить тебе по цвету, они должны вообще выполнять нереальную функцию. Вместо них первое время стоят временные коронки. Но если вы думаете, что это все, что меня ждало, то, конечно же, нет. Пока мне выдирали зубы, пока мне вставляли импланты, пока все приживалось, мне нужно как-то было справляться со всеми остальными зубами. То есть, все остальные зубы, а это и передние, которые в кариесах просто все, и это все, в принципе, жевательные зубы, которые, оказывается, пролечены почти все неправильно. Это также новые кариесы, которые образовываются, с ними надо было что-то делать. Поэтому, собственно, я и начала ходить к терапевту чуть ли не 3 раза в неделю. И мы просто мне переделывали все пломбы. Это было достаточно мучительно в плане, знаете, не в плане мне было больно или было неприятно. Нет, процедура вся, это все под наркозом, все абсолютно приветливо, профессионально сделано. Но, конечно же, само осознавать, что ты ходишь 3 раза в неделю к каким-то врачам, сидишь на кресле, лежишь на кресле. Все это отекает, у тебя постоянно рот должен быть открыт. Потом здесь вот болят вот эти суставы, которые отвечают за то, чтобы рот был открыт. Каждый сеанс 2 часа и так весь год. Если вам так примерно сказать, на 1 зуб у нас уходило 4 занятия, 4 точнее сеанса. Я успевала слушать аудиокниги в наушниках, потому что, представляете, 2 часа 3 раза в неделю ты просто теряешь время. То есть я уже не боялась, мне уже было не больно. Я уже знала почти каждый шаг моего зубного врача, что она будет делать, что мы сейчас делаем. Я засыпала в кресле, было абсолютно комфортно. Было очень много интересных случаев, когда мне врач говорил, что у меня в канале. Канал это, вот рассмотрим вот эту вот ситуацию более детально, да. Это корень и вот здесь вот наш зубик. И вот здесь вот, значит, есть разные каналы. В зависимости от того, какой это зуб. Например, у наших дальних жевательных зубов по 4 канала. У передних зубов 1 канал. Так вот, как раз-таки, когда нерва нету, нерв удаленный, вот эти вот каналы прочищаются, каналы пломбируются. У меня врач говорила, что не раз находила инструменты от прошлых врачей, прямо оставленных в канале. Их по рентгену было видно, а потом она его прям могла достать, когда уже сама лечила этот канал, например. Да и много было интересных решений, принятых моими прежними стоматологами. Ну и то, о чем спрашиваете вы меня, а это именно о том, как изменился цвет моих зубов, да. Потому что просто так отбелить мертвые зубы, девочки, это бесполезно. Это не работает. Выровнять, да, передние зубы у меня бракетов тоже не было. Вы спрашиваете, что, что, в чем секрет, что было. По рекомендациям от моего стоматолога, в большей степени, на самом деле, даже для здоровья моих зубов, нежели для какой-то красоты, там, эстетичного виля, было принято решение ставить коронки на почти все зубы. Я думаю, что очень многие слышали о том, что такое виниры. Или просто знают, слышали это слово, да, что-то красивое с зубками делают. Но сути, например, не знают. Давайте я вам расскажу. Представим, да, что вот это вот корни нашего зуба, а здесь должен идти зубик. Теперь мы рассматриваем тот момент, когда у вас живой зуб, то есть здесь у вас нервы сохранены, все хорошо, все нормально, но вам не нравится цвет вашего зуба. Хочется посветлее, побелее, или форму хочется другую. Например, был какой-то скол вот здесь вот, да. Но, короче говоря, с точки зрения только эстетики, вам что-то не нравится, а зуб сам по себе живой. В таком случае можно поставить винир. Ваш родной зуб буквально немножечко обтачивают. И сверху надевается красивая накладка, называется винир. Перекрывает, конечно же, все по цвету. И обычно делают, когда живые зубы, когда все хорошо, делают там целых 6, например, передних, или 5, или 4 передних виниров. Для эстетичной улыбки. Что делать в случае в моем, когда у тебя здесь корни, да, и удален нерв. То есть зуб мертвый. Сам по себе зуб уже серый, он не крепкий. Остается только вариант коронки. Коронка это когда твой, собственно, зуб обтачивают намного сильнее, под спичечную головку примерно. Ну, у всех по-разному, конечно, но я вам так образно говорю. И сверху накладывается тоже материал, который такой же полупрозрачный, как твой зуб. То есть это тоже незаметно. Он тоже очень прочный. Он с тобой стоит до конца жизни. Конечно, у них есть еще какие-то отличия с точки зрения, там, стоматологии. Я вам не стоматолог. Я сейчас все-все-все эти отличия не расскажу. Было принято решение делать коронки на передние зубы. Делать коронки на многочисленные задние мои жевательные зубы. Потому что они просто-напросто не держали. На самом деле стоматолог мне это советовал не потому, что это некрасиво. Там мои зубы, да, темные. Ну, Саша, ну так улыбка будет красивее. Нет. С точки зрения правильной нагрузки на зубы. Ну, в общем, я лучше не буду вдаваться в подробности. Ну, конечно, еще и большой плюс, что это красиво. Что мои неровные передние зубы уйдут. Потому что их обточат так сильно, что нетрудно будет поставить, ну, красивые вот эти вот пластинки коронки. Что мой цвет серый будет белым. Теперь немножечко все-таки вернемся к моменту вот этих двух печальных зубов, которые мы удалили. После удаления я благополучно упала в оморок. Потому что для меня вот эти все хирургические процессы, это не столько даже страшно, когда ты сидишь там, сколько просто страшно для моего сознания. Конечно же, все было под анестезией сильной. Я ничего не чувствовала. Но как только я встала с кресла, прошлась, дошла до гардероба, я упала в оморок на пол. Денис за мной приехал. Но не тут-то было, когда мне вставляли импланты. Это была самая жестокая операция в моей жизни. Я даже не знаю, стоит ли вам рассказывать все премудрости, но просто когда тебе в десну вставляют металлические какие-то штуки, и ты чувствуешь, то есть ты это не чувствуешь, конечно, тебе не больно, все нормально. Но ты понимаешь, что тебе сейчас десну профигачивают как дрелью, знаете. И вот здесь вот идет такая трубочка, которой убирают слюну. И в этой трубочке просто моя кровь одна. То есть там слюны-то нету, по-моему, там просто кровь течет. На следующий день после этой операции я была белочкой. У меня просто щека, она взорвалась. Вот так. Я вам буду вставлять сюда фотографии, вы, наверное, вообще не будете верить, что это я. Мне ничего не нельзя было есть твердого, да у меня бы не получалось, потому что у меня не получалось жевать, у меня не получалось открывать рот. Только я открывала рот в первые дни, у меня сразу же текла кровь. Я пила через трубочку воду, я ела пюрешки детские, Денис много пюрешек купил. Я хорошо так похудела, потом поправилась нормально, все хорошо. Выглядит так, будто бы у нас дома восемь детей, их все нужно кормить. Но это все для меня, потому что недавно у меня была операция на зубы. Сейчас нельзя есть ничего, кроме пюрешек. Супер. Лучше я вам не буду показываться на камеру, то как я выгляжу сейчас очень-очень страшно. Просто у меня щека размером с голову. Еще вот так вот через трубочку я пью воду, через трубочку я пью свежевышный сок. И, собственно, ходила вот с такой вот офигенной щекой. Помню, первый же день после операции поворачиваюсь к Денису, такая чувствую, что у меня здесь такое натяжение сильное и ужасно больно. Вообще была слабость такая, знаете. То есть организм весь просто силы направил, чтобы выздоравливать вот это вот место. И Денис такой, и смотрит на меня, и я говорю, ну что, щека пухла? А сама говорю вообще, как не знаю кто, вот так вот, наверное. Денис говорит, да нет почти, но немножко. Я стою, иду к зеркалу и в шок впадаю. Что это вообще такое? У меня два лица. Мне сказали, что щека разрастется, я пила антибиотики. И я восстанавливалась где-то две недели после нее. Я не снимала видео, я ничего вам, разумеется, не показывала, не рассказывала. Смотри, какая у нас щечка хорошенькая, как будто я там держу пять орешков. Прям рука полностью огибает. Я немного не симпатичная. Ну, потихонечку все это заживало, заживало. И вот четыре месяца должно было это все приживаться. Знаете, что еще прикольное, что такое особенное? Перчинку добавляют во всю эту историю. Что в тот же месяц, как я пошла к этим стоматологам в мою клинику, мне Денис в этом же месяце сделал предложение. Ну, это как бы просто совпадение. Сентябрь был. Только из-за зубов мы откладывали свадьбу. Потому что на своей свадьбе я хотела улыбаться во все 32, не думать вообще ни о чем. Чтобы на видео и фото я осталась улыбающаяся, а не вот такая вот. Я прям это вообще настолько твердо решила, что ни в коем случае никакой вообще свадьбы, никакого празднования, пока у меня не будет хотя бы временных коронок. То есть это тот момент, когда у меня здесь хотя бы будут зубы. Ладно, не постоянные, ладно, окей вообще, но хотя бы временные. И поэтому мы довольно-таки сильно торопились со всеми врачами, потому что пока там, знаете, 3 месяца тут приживется, 4 месяца это приживется. Потом еще временные должны сколько-то были стоять. Хотите прикол? 18 августа была моя свадьба, а 17 августа, то есть за день до этого, у меня был последний прием по установке временных коронок. Мы очень-очень вот так вот прям вот ставили сеансы, я максимально просто как к себе домой приходила в клинику, в эту приезжала, причем я живу достаточно далеко от нее, 30 минут на машине без пробок. Разряжается камера. А у меня еще есть что сказать. На своей свадьбе я была со всеми зубами. Они были временные, временные коронки это пластмасса, то есть это просто фактически вещь, чтобы она формировала десну. На ней можно накусывать, но прям жевать активно очень не надо. Но я была настолько счастлива, что у меня хотя бы они есть, что у меня есть действительно зубы, что это однородный цвет, потому что это были уже и передние временные. И я могла улыбаться, и они были ровные. Этого было достаточно серьезно. И вот на последнем сеансе 17 августа я намекнула своему врачу, ортопеду, а со мной занималось 4 врача. Это терапевт, хирург, ортопед и гигиенист. Я такая намекаю своему ортопеду, что возможно планируется беременность. Я не знаю, как это получится, но вообще расскажите, а как во время беременности что с зубами можно делать? Потому что у меня-то оставалось еще приличной работы. То есть у меня еще кариеса много было, который нужно было делать потихонечку, но нужно. Передние стояли с временными коронками, а не с постоянными. Она сказала, что в первом триместре и в третьем триместре не рекомендует вообще с зубами заниматься. И только во второй триместр, это самый такой щадящий период, можно будет что-то сделать. Вообще анестезия у них очень щадящая, и она работает именно местно. То есть она уже разрешена и беременным, все нормально. Ну и приезжаю я, значит, с Италии с радостным известием, что я беременна. Так что мы перенесли все наши процедуры на второй триместр, и во второй триместр мы все успели сделать. Мы успели переставить из временных в постоянный. И сейчас у меня зубы передние, собственно, это вот их окончательный вариант до конца моей жизни. Надеюсь, если мне никто не выбьет передние зубы. И, собственно, я прощаюсь со стоматологией. Вот попрощалась недавно со стоматологией до родов, до момента, когда можно будет лечить, продолжать кариес, потому что кариес у меня остался. Есть моменты, которые мы вообще не успели тронуть моим терапевтом, потому что, ну, реально ограниченное количество времени. Хотя вот, казалось бы, почти год, даже больше года, все равно не хватило времени. Хотя я ходила настолько часто, насколько мне кажется, вообще человек может ходить. За 2018 год у меня было 80 посещений. Это почти каждый четвертый день. Я как будто бы заново пережила все это, заново все это пропустила через себя. И еще раз почувствовала, насколько я все-таки счастлива, что я этим занялась. Насколько счастлива, что не пожалела ни времени, ни всех вообще денег, всех, которые у меня могли быть, и были, и не было. Потому что это очень сильно раскрепощает. Это просто свобода, серьезно. Вот улыбаться, это свобода. И я настолько счастлива, искренне абсолютно говорю тем, у кого зубы от природы хорошие. Вот просто, если вы смотрите сейчас это видео, я хочу вам сказать, скажите спасибо природе, скажите спасибо вселенной, маме, хоть кому. Просто ощутите этот вкус, что вам не нужно было все это делать. Вот просто все, что вы слушали сейчас, порадуйтесь за себя, насколько вам повезло, и насколько это реально огромная ценность. Я очень рада, что рассказала вам наконец-то историю моих зубов. Напишите, пожалуйста, в комментариях хоть что-нибудь, потому что для меня это такой необычный вообще формат видео. Я рассказываю просто все, что у меня было на душе год. Напишите, как у вас обстоят дела с зубами. Может быть, у кого-то тоже проблемы, может быть, нет. Я надеюсь, что кому-то могла помочь в этом видео. Кто-то, может быть, долго не решался ходить к стоматологу, и вот сейчас хотя бы эта тема ему напомнила немножко. Я вам желаю здоровых, красивых, белых зубок. Желаю чувствовать вот эту вот свободу, возможности самовыражения, возможности улыбаться. Я вас очень сильно люблю, красотки. Спасибо за просмотр. Пока.